У вас все хорошо и есть время и желание посмотреть новое интересное видео о кладах. А точнее о новом необычном кладе, такого вы точно еще не видели. Своей мега находкой поделился поисковик на одном чешском форуме. И так клад наш герой обнаружил на приличной глубине около полуметра. Но каким прибором, увы, нам не сообщают. Но с моей личной практики Аська 250 Снел Торнадо видит большой предмет на такой глубине очень даже уверенно. Это могу сказать стопроцентно, а что говорить про дорогие приборы. Но самое интересное то, что сам клад лежал в стеклянных банках. Кое-где пишут в стаканах, но дело-то в другом. Эти банки были полностью залиты цементом. Да-да, вам не послышалось, банки были забетонированы. То и зачем это сделал, мы можем с вами только гадать. Может тот, кто это сделал, хотел, чтобы этот схрон лучше сохранился. Или думал, бетон помешает найти схрон с помощью МД. Хотя, если честно, то в то время, наверное, не искали СМД. По предварительным данным, схрону около 60 лет. А это значит, что его закопали в начале-середине 50-х годов. Жизнь в то время была не совсем спокойная. Так, 1 июня 1953 года в чешском городе Плзень рабочие завода «Шкода», недовольные денежной реформой, отказались выйти на работу. И вместо этого вышли на улицы. Демонстранты захватили ратушу и порвали портреты Сталина и Готвальда. Вот негодяи, а! Подожгли здание городского отделения госбезопасности. Сожгли городской архив. Начали сооружать на улицах баррикады. Регулярные войска отказались стрелять по демонстрантам. После чего были вызваны специальные полицейские силы из Праги. Всего 8 тысяч человек. После мелких столкновений с полицией в город были введены танки. Демонстранты были вынуждены разойтись. Может, в такое неспокойное время кто-то прятал свое. А может и наворованное чужое, как вы думаете. Когда наш герой откапывал клад, то подумал, что это, скорее всего, кусок столба, а внутри него арматура, но все же продолжал копать. Несмотря на то, что клад был в стеклянной емкости и в бетоне, но вода все равно попала внутрь, хотя и не принесла особого вреда. Интересно, а что же было внутри этих банок, которые точно спрятал мой дед? Надо написать, чтобы мне все вернули. Надеюсь, у вас все хорошо с чувством юмора. А там были золотые украшения, цепочки, перстни, браслеты, пара красивых карманных часов, очень похожие на золотые. Куча серебряных монет, да и золотые тоже были. Серьги большая, именная золотая печатка, брошь в виде листика клевера, некоторые кольца были, увы, без камней. А по монетам я увидел лично серебро и золото Германии. Если кто еще чего увидел, поправьте. Увы, много информации я не нашел. Это по той причине, что человек, который все это нашел, хотел написать книгу про свою находку. И понятно, держал все подробности в тайне. Так, чуток бросил инфы для интриги. Книга должна была выйти в конце прошлого года, но пока я ее не видел, может что-то пошло не так. Хотя, судя по фото и траве на них, я думаю, что это было найдено где-то во дворе. На лес не похоже. И может даже не с МД, а во время земляных работ. Хотя, если присмотреться, на некоторых фото видна лопата саперка. А такой точно не чинят канализацию. А что вы думаете по этому поводу? Что это могло быть? Напомню, это было начало-середина 50-х годов. Пишите свои мысли вслух. Может вместе мы с вами докопаемся до истины. Если видео было полезным, поделитесь с друзьями и поставьте палец вверх. А вот уже какой палец, это на ваш выбор. До новых встреч на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok